Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве. Урал-21 преследует аномарку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, в эфире программа ДПС. В студии Анастасия Бойко. Сегодня в выпуске. Принудительная съемка. Когда пьяные водители станут героями полицейских эфиров и почему помощь понятых будет необязательной. Испуганный и голодный. На что способны отчаянные автомобилисты. Очистка трупп и предупреждение половодия. В области началась массовая подготовка к паводку. ДПС. Начинаем программу со сводки ДТП, которые зафиксировали инспекторы за прошедшие сутки на территории Новосибирска и Новосибирской области. Hyundai Toyota Premium разбились на улице Павлова в Бердске. Девушка-водитель на Солярисе ехала в сторону Боровой. Corona Premium навстречу. В пути один из водителей не справился с управлением. Иномарки столкнулись. Дама из Hyundai госпитализирована с травмами головы и ушибом позвоночника. Пьяный водитель на ВАЗе ехала из Шайдрова в Бобровку. На 20-м километре сельской дороги парень упустил ситуацию из-под контроля. Машину занесло. Она врезалась в стоящую у обочины куру с цицерной. Пассажир шестерки доставлен в больницу с травмами. Авторедина Витси пробила забор клиники имени Мишалкина. Девушка потеряла управление. Машина вылетела на обочину и врезалась в металлический забор больницы. Только там она остановилась на служебной парковке. Девушка чудом не пострадала. Ходом зашла на парковочку клиники Мишалкина. Камри и маршрутка не поделили дорогу в Академгородке. Участники ДТП двигались навстречу друг другу по Кутаты Ладзе. Тойота со стороны Академика Лаврентьева, маршрутка номер 7 во встречном направлении. В районе АЗС водитель Камри решил объехать попутку, выехал навстречку и протаранил пассажирскую газель. В результате аварии у маршрутки оторвало колесо, а Камри развернуло. Тракторы Ниссан столкнулись на парковке недалеко от остановки Альянс в Новосибирске. Мужчина на Венгроуде выезжал с территории торгового центра, собирался повернуть в сторону Плановой. В этот момент снегоуборочный белорус набрал в ковш снег и начал движение задним ходом. Рабочий на марку не увидел, потому и допустил столкновение. Свою вину в ДТП тракторист признал. Водитель кроссовера Мазда ЦХ-7 не справился с управлением. Внедорожник вылетел за пределы дороги и врезался в металлическое ограждение. По словам очевидца, столкновение спровоцировал водитель Ниссана, который разворачивался прямо перед потоком машин. Новый антикоррупционный регламент для инспекторов ГИБДД может вступить в силу уже с 1 апреля. Особый пункт – работа со взяточниками. Даже малейший намек на вознаграждение со стороны водителей будет зафиксирован. Инспекторов обяжут о каждом факте взятки подавать рапорт в Управление собственной безопасности. Таким образом, считают в МВД, количество нарушений будет сведено к минимуму. Напомню, согласно действующему законодательству, за данный вид преступления существует уголовная ответственность. Автомобилиста, который пытается склонить инспектора к незаконному использованию своего положения в целях получения выгоды, могут посадить в тюрьму. К слову, на территории Новосибирской области с начала года было зафиксировано всего два факта взятки инспекторам. По одному преступник уже отбывает наказание, второй произошел минувшей ночью на территории Машковского района. Патрульный экипаж остановил длинномер с негабаритным грузом, водитель решил откупиться. Оставил на заднем сидении 2000 рублей, за что и был доставлен в отдел. Улыбнитесь, вас снимает нескрытая камера инспекторов. Через два месяца видеофиксация проступков автомобилистов может исключить присутствие понятых при оформлении протоколов. По действующим правилам, если инспекторы останавливают на дороге пьяного лихача, они должны предложить пройти проверку с помощью алкотестера, предварительно пригласив двух незаинтересованных свидетелей. Как правило, это обычные водители, проезжающие мимо. Неважно, согласился под датой автомобилист на тест или нет, понятые напишут объяснение. Такая процедура на практике занимает минут 30-40. Время теряют все. Однако уже скоро инспекторам выдадут камеры. И весь процесс освидетельствования или досмотра машин они будут производить под видеопротокол. Куйбышевские дорожники готовятся к весеннему половодью. До конца марта планируют завершить работы по очистке водопропускных труб, чтобы талая вода не успела разрушить дороги и отрезать села. Экскаваторщик Игорь Данилов снимает метровый слой снега. Только после этого дорожные рабочие смогут добраться до водопропускной трубы. Они убирают щиты, которые не дают попасть в трубу, мусору и снегу. Чтобы вода прошла быстрее. Вода сошла. Если трубы будут забиты, вода не пойдет. А через верх пойдет. Снега в этом году выпало столько, что дорожникам приходится расталкивать его поперек дороги. Высота вала около двух метров. Александр Самойлов эту зиму работает почти без выходных. Благодаря его труду, в том числе, перебоев с движением транспорта в районе не было. Осиново. Дорога была забита. Осиново вешники. Приходилось пробивать. Ну, там по деревне приходилось и объездную на вешники делать. Так, ну, километра три в общей сложности. Часа четыре пришлось сбиться. Сегодня перед дорожниками стоит другая задача – сохранить дороги. С наступлением марта месяца мы начинаем открывать откосы автомобилей дорог. Где-то на обочинах суженные участки есть. Для того, чтобы освободить земляное полотно, обеспечить досрочное просыхание обочин и покрытие земляного полотна, чтобы не было просадок, не было разрушений, покрытие на автомобильных дорогах. Предстоит расчистить почти 350 водопропускных труб. Всю работу дорожники планируют выполнить до 25 марта. В мэрии Новосибирска нашли 20 миллионов рублей на разработку программы развития транспорта. Конкурс объявлен. Победители определят в конце марта. Речь не идет о ремонте дорог, строительстве новых остановок или об устройстве пешеходных переходов. Главные задачи – анализ состояния транспортной инфраструктуры и прогноз трафика на улице города, а также объема перевозок пассажирского транспорта. То есть разработчики определят, на каких улицах возникают пробки и где лучше построить новые магистрали. Деньги на эти изыскания мэрии выделили двумя траншами. 10 миллионов в этом году, еще столько же в следующем. Напомню, это уже не первый заказ муниципалитета-аналитика. Транспортная модель города, которую ранее разработали в университете путей сообщения, обошлась городской администрации в 16 миллионов рублей. Платон все дороже. С ноября прошлого года система сбора платы за проезд больших грузов по федеральным трассам пополнила дорожный фонд почти на 21 миллиард рублей. С каждым днем к Платону подключается все больше дальнобойщиков, а уже через несколько месяцев тариф поднимут сразу в два раза. Уже сейчас Платон использует 274 компаний-перевозчиков по всей стране. Зарегистрировано почти 800 тысяч фур. Напомню, каждый грузовик, вес которого больше 12 тонн, не имеет права передвигаться по трассам, пока водители не оплатят урон, который их машины наносят каждому километру дороги. К примеру, поездка из Новосибирска в Москву обойдется перевозчику в 6 тысяч рублей за один рейс. Сейчас цена проезда тысячи метров составляет 1 рубль 53 копейки. С 15 апреля тариф поднимется до 3,6. Эксперты говорят, с подражанием Платона неминуемо подорожает и товар, который доставляют в города на фурах. Огнеопасные «Ламборджини» отзывают в России. Официальный дилер «Спорткаров» заявил, 42 машины из разных городов страны неисправны. Чем быстрее их уберут с дорог, тем безопаснее. Дефект может проявиться почти сразу же после заправки. Особенно, если собственник или сотрудники АЗС допустят переполнение топливного бака. Тогда нефтепродукт может попасть в угольный фильтр, а дальше эффект спички. Кроме того, неполадки могут возникнуть в результате езды на высокой скорости. При максимальных оборотах на холостом ходу может произойти смешение топливных паров и горячих газов. Результат тот же иномарка вспыхнет. Автоводельцам «Авиндатора» и «Венена», которые были куплены с 2012 по 2017 годы, необходимо обратиться в сервисные центры. Вместо административного наказания уголовная статья. Пьяный водитель, которого остановили инспекторы, настолько не хотел остаться без прав, что во время судебного заседания съел бланк медицинского заключения. Он не знал, что бумага выдана в трех экземплярах. Попался пьяным, прошел освидетельствование, вызвали в Болотнинский суд. То, что произошло дальше, не ожидали даже опытные представители Фемиды. Позже гражданин явился в суд для ознакомления с материалами дела и очень тщательно начал просматривать бумаги. Потом, подавшись к какому-то непонятному внутреннему порылу, любитель выпить, за рулем схватил талон медицинского свидетельствования на наличие алкоголя и съел его, шокировав своим поступком секретаря. После этого судебными приставами Болотнинского района подготовлены и переданы в прокуратуру материалы по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 294 Уголовного кодекса России. Теперь дело пьяного дебошира переквалифицируют. Если до необдуманного поступка он претендовал на лишение прав и штраф 30 тысяч рублей, теперь за воспрепятствование правосудию и предварительному расследованию мужчине грозит уголовное наказание в виде тюремного срока до 6 лет и денежные санкции до 200 тысяч рублей. На этом все. Если вы стали свидетелем аварии или же беспредела на дороге, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту dps.ots.sobaka.mail.ru С вами была я, Анастасия Бойко. Увидимся на канале УТС. И помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. Субтитры подогнал «Симон»